принципиальная часть то за что любят урал наш потребитель основные акустические серии которые производят сейчас урал в китае сделано русскими инженерами здесь на территории советского союза россии 2000 гон вся серия к все основные наработки в область в археды то есть все разработанные в россии российский инженер и на душе береба шинами сергей швободом лимфе червона производство вынуждено было переехать в китай 2007 году потому что нас россии выжили сейчас действительно сейчас 99 процентов кроме акустики для автозаводов которые докомплектовываются на нашем производственной площадке производится в китае но туда выезжали наши инженеры стали эти технологии воспроизводить продукт но я совру если скажу что сейчас то есть это базовые линейки это наш инженерием и вся другая акустика которая то есть сейчас воспроизводится в китае она проработана по крайней мере наш инженер какую-то часть инжиниринга мы в это вложили да то есть как ни одного запросто то есть когда бы китайского продукта сто процентов не идет иначе это был бы не урал иначе он так не хорошо бы не звучал как это делается после того как мы сделаем инжиниринг этого продукта мы просто мы не могли не можем и не могли до этого года производить в россии это было бы дороже для потребителей и может быть даже хуже поскольку производство было бы не масса я уверен что кроме нас сейчас производства в россии невозможно массовый динамик все кто говорит сейчас о том что то производит в россии они просто лгут своему потребителю все что может производить сейчас в россии это 500 тысяч сабвуферов до очень дорого где-то там в одном месте до миллион динамиков никто делать не может и 100 тысяч никто делать не может не ответственно об этом заявляю если кто-то скажет по-другому покажите где-то я поеду извинюсь и сниму об этом видео очень простая тема мы сделали дизайн сделали проработку конструкции акустического оформления это наша эксклюзивная запатентованная колонка но мы разрешили за счет того что китайская компания кингта вложила в это свои деньги ресурсы оставь продавать им на другом рынке создать вот такие мощные то есть мировые коллаборации технологические производства очень много обращений к нам то что чего взяли прилепились взяли имя первого космонавта ставите их на китайскую шнягу танка и забиваете нам мозги там врете обманываете ну и тогда так вот акустико гагарин и и дизайн и инжиниринг и ответственно это заявляю разрабатывался российскими дизайнерами что касается акустического оформления физическое оформление от этого зависит случайно им занимался или они туда же бежим били башки наш инженер акустико на данный момент производится в китае почему называется гагарин потому что мы показав это устройство рассказов о нем получили разрешение от дочерей юрия лисеевича гагарина использовать это именно своих колонок я так понимаю они нам доверяют с точки зрения качества и всего остального и третья часть мы начинаем производство портативных колонок гагарин в следующем году на нашем гагарин уралозавод начиная с исходи крупного узловой сборки этих портативных геновиков тоже у нас планах есть первое мы принципиально не платим за обзор вот у нас есть понятие честного звука честных обзоров и так далее если мы заплатим значит соответственно людям будут по-другому относиться к нашему продукту политика компании жесткая никому не платить за обзор максимум то что мы делаем передать бесплатно наш продукцию для тестов носить программ национальный экспертиз я не хочу никого обвинять кто там какие обзоры показывает за какую стоимость кто сколько за это получает но за компанию урал я ручаюсь мы не платим за обзоры дали нас платим из обзор у нас есть программа национальной экспертизы где мы больше доверяем пытаемся выводить именно тесты обзоры со стороны обычного потребителя это ключ ко всему первое что я хочу сказать что если я говорил что акустику урал производстве 1900 года то я вам лгал прошу прощения такого быть не могло по одной простой причине что акустика в том виде в котором она сейчас появляется который и знает на рынке то есть как бы она запатентована и начала производитель 1926 год что производилась на заводе сент-лоренца санкт-петербурге от которого мы ведем свое исчисление не только мы а сарапольский радиозавод наш альмаматор наш завод в удмуртии он об этом в их музее вот тоже самое увидите на их сайте в 1900 году в санкт-петербурге был открыт если не первый то один из первых вообще российских радиозаводов открыл его как часто все в истории россии немец сент-лоренс число имени назвал и первые радиостанции которым производил они были для военно-морского российского флота поле гензи я не могу это проверить до конца надо полазить по крейсеру авроры который стоит в питере и первая радиостанция попова для крейсера аврора которую изобрел изобретатель радио российский то есть конструктор попов для тех кто не знает была установлена именно в этом легендарном крейсере который сволочь стрелял по зимнему дворцу с которой началась великая октябрьская революция но история не перепишешь но тем не менее вот этот завод эта история она абсолютно правдивы мы изучаем собираем архивы она у нас есть мы этим гордимся и суть ответа акустику точно с 1900 года не производили но электронные устройства на нашем заводе сент-флоренса там точно производились в том числе 1 радиостанции попов меня отчество владимирович отец мне воспитал дал мне имя и у меня был дед прадед и прадед не секрет что там внуки похожи на своих прадедушек и прабабушек урал сейчас это там в четвертом поколении внук завода сент-флоренса почему тоже завод сент-флоренса переехал сначала в москву если это связано с там с октябрьской революции потом он переехал из-за великой отечественной войны в сарапов производство урала в 90-е годы начиналось и разработкой именно вот урала в том виде вместе с нами в 98 году на сарапском радиозаводе в сарапском радиозаводе будут производиться электронные системы сделаны уралом для если бог даст для рынка автозаводов и для вторичного рынка